МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, подписанной в ходе визита Владимира Путина в Северную Корею. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявляет о подготовке оппозиции государственного переворота в случае победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах. Уже около 20 миллионов американцев приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента США. Выгодно ли это кому-то из кандидатов? Также сегодня... А с какой статьи Индия будет пользоваться одной валютой с Китаем, или с Эфиопией, или с Ираном? Вот они напринимали, кого-то не попали, а теперь за это расплачиваются и расхлебывают. Поэтому нет, не будет никакой этой системы. Осуществима ли мечта Владимира Путина о создании единой платежной системы в рамках организации БРИКС? Государственная Дума России ратифицировала сегодня договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Договор был подписан в июне в ходе визита в Пхеньян Владимира Путина. Он же внес документ на ратификацию депутатами 14 октября, то есть практически одновременно с первыми сообщениями о том, что в Россию перебрасываются подразделения армии КНДР. Один из пунктов заключенного договора обязывает страны оказывать друг другу военную помощь, цитата, «всеми имеющимися у них средствами, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению одного или нескольких государств». Отправки северокорейских войск в Россию и их возможному участию в войне России против Украины посвятил вчера довольно значительную часть своего брифинга советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Говоря об этом, Салливан упомянул, что по оценкам американской разведки потери российской армии в войне в Украине убитыми и ранеными сейчас уже превышают 530 тысяч человек. Что же касается использования живой силы при штурме позиций ВСУ, то послушайте обращение одного из подразделений российской армии в этих штурмах участвующего. Оно появилось в социальных сетях. «В данный момент мы занимаем круговую оборону по ту сторону пи***и, которые долбят по нам день и ночь, а по ту сторону пи***и наши же, которые хотят нас всех обнулить по той простой причине, что мы отказываемся выполнять их тупые, необдуманные, пьяные приказы. Наш командир батальона Радченко Сергей Сергеевич, позывной «Атлас», несколько дней назад начал обнулять наших бойцов. В прямом смысле слова совершать самосуд, убивать наших людей вместе со своим товарищем, который относится к группе В и убивает пацанов из-за того, что они отказываются идти вперед, по той причине, потому что теряют каждый заход 90% личного состава. В данный момент нас осталось мало, и мы находимся под угрозой. Под угрозой наших же командиров». Ведущий радио «Донбасс-реалий» Денис Тимошенко попросил прокомментировать эти слова российского военнослужащего, начальника штаба 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады ВСУ с позывным «Егерь». И вот что он ответил. «Да, конечно, наша разведка работает, мы все это знаем. То, как поступают с военными, которые не хотят идти в наступление на населенный пункт, который мы обороняем, у них называется обнулить. Если четыре военных не хотят идти, одного обнуляют, остальные сразу соглашаются. А мы уже обнуляем троих остальных. Поля, через которые они двигаются к нашим позициям, можно сказать, усеяны телами их товарищей. Мы и от пленных слышали рассказы, что тех, кто отказывается идти в бой, просто расстреливают. Их командиры, их старшие начальники больше отправляют пехотой, чем хотели бы». Это был украинский военнослужащий, начальник штаба 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады, его позывной «Егерь». Время свободы в Казани завершился широко разрекламированный в российских средствах массовой информации саммит организации BRICS, в котором участвовали лидеры таких крупных государств, к примеру, как Китай и Индия, Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Жители столицы Татарстана из-за этого помпезного мероприятия испытывали довольно серьезные бытовые неудобства. Плохо работал транспорт, отключался мобильный интернет, студентов выселяли из общежитий на время саммита. Но каких-то серьезных договоренностей в ходе саммита достигнуто все-таки не было. Так что в прессе прежде всего обсуждаются меню на приемах, десертное татарское блюдо «Чак-Чак», которым угощали гостей, мат-корреспондентки канала «Россия-24» в прямом эфире во время трансляции и встречи Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ну и кадры, на которых Путин держит в руках некую купюру. Эти кадры его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал так. Такой макет деньги. Брикс. Такой квази-деньги Брикс. Да, вот. Ну и Путин показал Набиулина, и она не была довольна. Она очень ревностно следит за нашим рублем. Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ну, а я обратился за комментарием к экономическому обозревателю «Радио Свобода» Максиму Бланту. Ну, конечно, все посмеиваются над вот этим заявлением Пескова о квази-деньге, как он выразился. Как мне кажется, журналисты ищут какую-то суть состоявшегося в саммита Брикс. В основном все равно говорят про «Чак-Чак» и «Каравай», которыми угощали гостей. Но все-таки, если говорить о возможности создания единой платежной системы внутри Брикса, которой, наверное, Путин мечтает, есть ли хоть какие-то перспективы у такой идеи? Если совсем коротко, то нет. А если объяснить, почему, смотрите, там же в кулуарах кто-то из журналистов, по-моему, из «Вестий» отловил министра финансов Антона Силуанова и начал его пытать относительно этой самой пресловутой платежной системы или платежного контура. И Силуанов, надувая щеки, начал объяснять, какая прекрасная вещь лежит на столе и обсуждается, что это будут цифровые активы, и банки будут не нужны, и вообще и свирт будет не нужен, и вообще ничего будет не нужно, нужно будет просто платить и все. И из этого стало совершенно очевидно, что речь идет об использовании так называемых цифровых валют и блокчейн-технологий. И, собственно, и Россия, вы знаете, цифровой рубль уже тестирует и вот-вот запустит. Китай еще раньше начал эксперименты с цифровым юанем, и мы тоже это вполне себе готовая технология, которая уже в некоторых областях Китая используется, ну, тестируется, скажем, в тестовом режиме. С точки зрения безопасности, возможности обхождения санкций и всего прочего, это, конечно, если смотреть на то, что происходит с биткоином, можно на это делать ставку. Да, ну вот смотрите, в 2009, в 2008 году или в 2009 году появился биткоин, он начал активно развиваться. Многие государства изначально увидели в нем угрозу национальному суверенитету финансовому, ну, потому что деньги непонятно откуда взялись, непонятно кем имитируются, да еще и какой-то полумифический и Сатоши Накамото, который за этим всем стоит, который запустил систему и совершенно к ней не причастен, пытались все это дело прикрыть, арестовать, запретить, закрыть, и сейчас биткоин стоит порядка 60-70 тысяч долларов, да. Децентрализованная система оказалась устойчивой к любого рода атакам. Но в случае с национальными цифровыми валютами, так называемыми, не только Россия с Китаем, да, многие страны, в том числе и развитые с ними, экспериментируют, речь идет не о децентрализованной системе, а о суперцентрализованной. Вот когда Российская Федерация только презентовала, Банк России только презентовал цифровой рубль, они с самого начала говорили, что ну да, действительно, банки в принципе не нужны. Все функции исполняет система, которая работает на серверах Центрального банка. Алгоритмы, не нужно никакого доверия, ничего, но эта система, во-первых, суперцентрализованная, ну потому что все завязано, все операции вообще, в принципе, завязаны на Центральном банке. Здесь нет даже той градации, которая подразумевает современная банковская система. Вот есть Центральный банк, есть система образующей так называемые банки, есть банки поменьше, есть финансово-инвестиционные компании, то-се, и вот в этой огромной мешанине затеряться еще можно как-то, да. А тут у вас все контролирует единый центр. И поэтому Центральный банк совершенно не скрывал, что судьбу каждого имитированного цифрового рубля он может проследить от его рождения и вплоть до любого момента, когда его заинтересуют. То же самое с цифровым юанем. А теперь представьте себе, что вам предлагают вступить вот в такую систему, которую полностью контролирует кто-то другой. Не злобные американцы. Систему SWIFT можно обойти. А вот если вы начинаете совершать сделки, от которой зависит ваша внешняя торговля, ваш экономический суверенитет, в системе, которую в любой момент может отключить, изменить, что-то еще с ней сделать, регулятор другой страны, то вы попадаете в полную зависимость от воли руководства Центрального банка той страны. Ну и, соответственно, руководства Коммунистической партии Китая или администрации Путина или чего угодно. Собственно, когда речь идет о России, она бы еще, может быть, согласилась на таких условиях торговать с Китаем. Ну, потому что альтернатив нет. Ну, китайцы пока не очень хотят пускать. А не хотят пускать ровно потому, что не хотят, чтобы Россия дискредитировала их прекрасную цифровую валюту. Что касается других стран, ну вот представьте себе, ну, Эфиопия какая-нибудь, что она пойдет с российским цифровым рублем. Ну, есть сто лет, это не нужно. Или, ну, ладно, Иран, ему тоже нужно обходить санкции. Ну, Бразилия, смешно, потому что Индия присоединится к системе, которую будет полностью контролировать там российский или китайский власть. Что касается создания наднационального такого вот блокчейн-системы полудецентрализованной, в которой будет там 5 или 10 стран, которые будут контролировать систему, то здесь тоже возникают сомнения, ну, а с какой стати Индия будет пользоваться одной валютой с Китаем, или с Эфиопией, или с Ираном. Вот они напринимали, кого-то не попали, а теперь за это расплачиваются и расхлебывают. Поэтому нет, не будет никакой этой системы. Уж европейская-то единая валюта создавалась десятилетиями. А здесь настолько разные страны, настолько разными политическими, экономическими интересами и уровнем развития системы. Тем более есть доллар, да. Да вот российские проблемы с оплатой импорта или с получением денег за экспорт, ну, по большому счету, всех волнует мало, да. Когда речь идет о такой серьезной штуке, которая продлится не один там год, или не до смерти Путина, а делается надолго, ну, потому что им не имеет смысла делать что-то над такую-то штуку, пока действуют санкции в отношении России или Ирана. Вот. Ну, никому-то не интересно это все. Моим собеседником был экономический обозреватель радио «Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Тремя свободы». Сегодня четверг, 24 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Грузинские власти обвинили оппозицию в готовности организовать в стране переворот сразу после парламентских выборов 26 октября, если исход этих выборов окажется неблагоприятным для оппозиционных сил Грузии. Об этом, в частности, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, представляющий правящую партию «Грузинская мечта» миллиардера бензины Иванишвили. Впрочем, независимые эксперты пока, по крайней мере, не видят признаков того, что оппозиция действительно готовится выйти за рамки конституционных норм, даже если в Грузии после выборов начнутся акции протеста. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе. Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, выступая в эфире проправительственного телеканала «Имеди», что есть много признаков подготовки оппозиции не к 26 октября, а к 27 числу, то есть ко дню после дня голосования. Папуашвили пояснил, что имеет в виду неконституционную смену власти под предлогом фальсификации итогов выборов. «Можете называть это государственным переворотом, как хотите, так и называйте», — сказал спикер парламента. Одновременно Шалва Папуашвили вновь раскритиковал западные институты и западных лидеров в связи с их заявлениями о предстоящих выборах. По утверждению спикера парламента тем самым ЕС и США вмешиваются во внутренние дела кавказской страны и пытаются повлиять на выборы в пользу оппозиции, в первую очередь партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Взаимные обвинения оппозиционных сил и властей в подготовке госпереворота либо революции и фальсификации результата выборов не навы для Грузии. В конце концов, именно обвинения в подтасовке итогов голосования в ходе выборов 2 ноября 2003 года и привели к революции РОЗ под предводительством Михаила Саакашвили, который сейчас отбывает шестилетний срок заключения за злостное использование служебных полномочий. Но, как отметил в беседе со мной конфликтолог Паата Закаришвили, сейчас не 2003 год и власти не приводят никаких доказательств подготовки оппозиции к каким бы то ни было антиконституционным действиям. Это очередной блеф, они же никакие доказательства не приносят. Когда у них аргументов нет, они постоянно что-то придумывают, сказки, ни разу, ни какое доказательство, ни партии глобальной войны, ни о заговоре государственного переворота. Ничего подобного они никогда никаких фактов не приносят. Если у них были бы факты, они обязательно против договора. У них нет никаких фактов. Они придумывают, что здесь пальца высасывают, с потолка доставят это все, чтобы напугаться, потому что страх оценить энергии, которым они управляют сегодня предвыборную компанию. Через страх войны, страх того, что что-то устроит эволюцию и так далее, так далее, хотят людей мобилизоваться за поддержку грузинской мечты. А оппозиционеры сами заявляли неоднократно, что если власти посмеют сфальсифицировать выборы, будут протесты? Протесты, да, ну а кто-то опрещает протесты? Гостропереворот это одно, а в процессе другое совсем. Более того, когда шли протесты здесь и протесты против русского закона, они говорили, что это была попытка революции. Об этом говорили они и в марте прошлого года. Ничего потом, это не было попытки революции, это были попытки протестоваться против закона. Ничего, даже ни один куст не было исполчено, ни стекло не было сломано. Ничего подобного, никакого насилия, никакого призыва к России не было. Все это блеф, они продумываются в этом. Они лгут, постоянно лгут. И еще обвиняют волжжаем западные институты. Заявил Паата Закарышвили. Отметим, что еще год назад служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по признакам подготовки государственного переворота. Конкретных фигурантов дела либо обвиняемых пока нет. Известно лишь, что по признакам подготовки госпереворота опрошены бойцы грузинского легиона, воюющего в Украине. То есть правовая основа для возбуждения уголовных дел против конкретных деятелей уже существует. Кроме того, почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванищвили, также как премьер-министр Иракли Кобахидзе и тот же Шалва Папуашвили, неоднократно обещали своим сторонникам сразу после выборов и завоевания конституционного большинства в будущем парламенте устроить Нюрнбергский процесс над Михаилом Саакашвили, всей его партией и вообще всей прозападной оппозиции по обвинению в измене Родине. А уголовное дело по факту подготовки госпереворота, возбужденное в СГБ год назад, может оказаться как нельзя кстати. Эти угрозы вновь прозвучали в среду на многотысячном митинге в центре Тбилиси. Миллиардарь Иванищвили и его соратники источали уверенность в будущей победе и вновь угрожали отдать под суд изменников Родины и иностранную агентуру, которая по утверждению властей управляется из западных столиц так называемой «Глобальной партией войны», стремящейся втянуть Грузию в новую войну с Россией. Тезис о неминуемости новой войны с Россией в случае поражения на выборах своей партии в интервью телекомпании Медиа накануне озвучил и Бедзина Иванищвили. По его словам, если грузины в ходе голосования в субботу допустят ошибку и к власти вернется Михаил Саакашвили вместе с его сателлитами, это была цитата, «последствия для страны будут катастрофическими». Иванищвили утюждал якобы в 2022 году, сразу после широкомасштабного российского вторжения в Украину, некий неназванный высокопоставленный представитель Запада требовал от Грузии начать партизанскую войну против России и помочь тем самым Украине. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси. Вы слушаете «Время свободы». На выборах президента США, которые формально назначены на 5 ноября, уже довольно активно идет досрочное голосование. По данным, на 23 октября в нем приняли участие более 17 миллионов американских избирателей. Досрочное голосование, прежде всего по почте, в ходе прошлых выборов президента в 2020 году, состоявшихся во время пандемии коронавируса, по мнению многих политических экспертов, обеспечило в конце концов победу кандидату от демократов Джо Байдену, поскольку демократы проявили тогда значительно большую активность, чем республиканцы. Как будет на этот раз мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», ведущий, посвященного американским выборам канала «Кокус» и «Праймери» в социальной сети «Экс» и подкаста «Радио Свобода» Пенсильвания Авеню 16.00, Валентин Барышников. А чем объяснить такую популярность досрочного голосования? И может ли оно быть выгодно кому-то из кандидатов? Досрочное голосование в принципе важный показатель ситуации на выборах президента США, но в этом году есть два фактора, которые мешают адекватно оценить, в чью пользу свидетельствуют эти данные. Очень сложно сравнивать с событиями 2020 года, когда была пандемия коронавируса. В результате тогда, как мера борьбы с пандемией, голосование по почте было не только средством повышения явки или вопросом предвыборной кампании, но также еще и мерой по борьбе с ковидом. Демократы, которые были более склонны соблюдать меры предосторожности во время пандемии, они активно участвовали в голосовании по почте, а республиканцы были больше недовольны ковидными ограничениями, они больше приходили на участки, собственно, в день выборов. В этом году никакой пандемии нет, ковида нету, и, точнее, ковид еще есть, но нету никаких ограничений. Поэтому вот этот фактор, который привел к резкому росту досрочного голосования, он исчез. Другой фактор, который может быть более интересен сейчас, это то, что Трамп и республиканцы поменяли свое отношение к досрочному голосованию. Как мы знаем, Трамп много лет говорил о том, что голосование по почте — это ужасное зло, это приглашение к фальсификациям. Однако сейчас республиканцы осознали вещь, которую все давно знают, что избиратели у демократов, они как бы более дисциплинированные, они лучше как избиратели в том смысле, что они лучше доходят до избирательных участков. Напомню, в США выборы проводятся не то, что не в выходные дни, они проходят во вторник, это рабочий день, то есть это не то, что у людей выходной. Соответственно, может быть миллион причин, по которым избиратель 5 ноября или в этот вторник не дойдет до избирательной урны. Поэтому я думаю, что Трамп, не хотя поменял свою позицию, призвал своих избирателей идти на избирательные участки так рано, как только можно. Интересно, что он по-прежнему высказывает недовольство досрочным голосованием. Очевидно, в нем есть две вещи, потому что, с одной стороны, досрочное голосование — это одна из тех тем, которая, если он проиграет, будет давать ему возможность говорить, что у него украли выбор опять. Как мы знаем, никаких подтверждений этому нет, но Трамп продолжает говорить об этом, и, собственно, это мод республиканской партии. Как все-таки осуществляется это досрочное голосование? Часть из этого — это люди отправляют по почте бюллетени, потому что в Америке это общепринятая практика. Избиратели регистрируются, им присылают по почте бюллетени, они заполняют их, отправляют по почте в специальных конвертах. Специальным образом они отправляют по почте голоса, и они приходят на участки, там складируются. Поданные досрочно голоса часто подсчитываются последними. То есть в прошлом году, в прошлых выборах это привело к вот этому явлению «Красного миража», когда вначале подсчитываются те, кто пришел на участки вживую. И это, как я говорил, преимущественно были республиканцев четыре года назад. А потом начали подсчитывать голоса, присланные по почте, и это были преимущественно демократические. И демократы резко нагоняли, Трамп говорил, что «ах, вбрасывают голоса». Это проверили, никто нигде ничего не вбросил, и Трамп проиграл выборы. Но эта динамика в этот раз, наверное, будет смикширована именно из-за этого. Велик соблазн смотреть на эти данные и искать ответ, кто побеждает на выборах. Честный ответ — ничего сказать нельзя, потому что смешалось вот этим несколько противоположных течений и новых обстоятельств. Явка, очевидно, будет ключевым вопросом. Обе стороны пытаются поднять, но надо понимать, что во многих случаях это не то, что они каких-то избирателей, которые так не проголосовали бы, они привлекли. В частности, те избиратели республиканцев, которые так бы пришли 5 ноября, сейчас они голосуют досрочно. То есть это, может быть, уменьшит количество голосов, поданных, собственно, в день выборов. Но непонятно, насколько это даст прибавление в общей явке. Ход досрочного голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах мы обсуждали с обозревателем Радио Свобода Валентином Барышниковым. Кстати, соратник Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, в течение ближайших 7 дней должен передать практически все свое состояние двум бывшим сотрудницам избирательной комиссии в штате Джорджия, которых Джулиани когда-то обвинил в подтасовке результатов голосования как раз в ходе выборов в 2020 году. В конце прошлого года эти женщины выиграли судебный процесс по делу о клевете, и суд присудил им компенсацию на сумму почти в 150 миллионов долларов. С подробностями корреспондент Русской службы Голоса Америки Нина Вишнева. Деньги, а также раритеты и драгоценности. Все это в течение 7 дней Руди Джулиани должен передать двум бывшим сотрудницам избирательного участка в Джорджии, которых он оклеветал в 2020-м. Бывший адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка, фактически лишится основной части своего состояния. Но даже этого может быть недостаточно, чтобы выплатить по делу о клевете почти 150 миллионов долларов. В конце прошлого года такое решение вынес федеральный судья в Нью-Йорке Льюис Лимон. Джулиани ложно утверждал, что сотрудницы избирательного участка в Джорджии Руби Фримен и ее дочь Уандри Мосс занимались подтасовками во время президентских выборов 2020 года. Руби Фримен и Шей Фримен Мосс и еще один джентльмен совершенно очевидно передавали электронные накопители, словно это ампулы с героином или кокаином. Фримен и Мосс считают, что Джулиани продвигал ложь Дональда Трампа о том, что результаты выборов были украдены и что ложные обвинения в их адрес привели к угрозам вплоть до убийства. И это заставило мать и дочь опасаться за свою жизнь. Они говорили, что меня надо повесить, что я и моя мама умрем. Это как пощечина, полные ненависти вещи. Джулиани делал попытки процедуры банкротства, однако суд его заявки отклонил, что открыло путь кредиторам по взысканию его активов. В общей сложности он должен 20 частным лицам и организациям. Адвокаты Джулиани уже заявили, что подадут апелляцию и что решение нью-йоркского судьи будет отменено в апелляционном суде в Вашингтоне. Однако американский эксперт по правовым вопросам Игорь Слабых считает, что это не приостановит автоматического исполнения решения. Чтобы приостановить исполнение решения, нужно, чтобы судья первой инстанции или апелляция сказали, что да, действительно есть веские основания для такого приостановления. Я не думаю, что первая инстанция или апелляция это сделают. Так что у Руди Джулиани есть 7 дней на исполнение решения. И думаю, что даже если он подаст апелляцию, все равно он будет вынужден начать исполнение этого решения. В перечне имущества, которое из личного Джулиани должно стать личным Фримен и Мосс, кооперативная квартира на Мэдисона-Веню в Манхэттене. Раритетный Мерседес 80-го года, когда-то принадлежавший кинозвезде Лорен Беккл. Гонорары, причитающиеся за услуги, оказанные Джулиани в 20-21 годах президентской компании Трампа. Исключением могут быть кольца, которыми владеет сын Джулиани Эндрю и утверждает, что это подарки отца. Также, по словам судьи, актив, который ответчик пытается защитить, это часы дедушки Джулиани. Все остальное должно перейти в управление Фримен и Мосс. Бывшие сотрудницы избирательной комиссии также просят суд передать в их пользу квартиру Джулиани во Флориде. Однако она входит в список активов, которые связаны с другими судебными разбирательствами. На следующей неделе федеральный судья Нью-Йорка вынесет решение по поводу флоридской квартиры Джулиани. Из Нью-Йорка передавала корреспондент «Голоса Америки» Нина Вишнева. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин-Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова